Бабочки Ряды, петли Желательно, если симметричный рисунок Поделить пополам нашу схему Чтобы было легко ориентироваться Где какая точка у нас, где какой ажур И подписать петли Для того, чтобы на машинке не путаться Потому что не явно видны номера Можно использовать косметический карандаш Например, он отлично рисует Старый косметический карандаш Отлично рисует на машинке Видите, он вставляет следы И легко стирается пальцем Никаких проблем не будет Вот я нарисовала центральную серединку И относительно нее два кружочка Эти два кружочка являются серединой бабочки Вот центральные точечки Это ажуры, которые пойдут в середине нашей бабочки Это ее тело Можно их делать больше, можно меньше Вот эти средние ажурчики, которые являются телом Их можно делать через ряд Можно делать через два, через три Как вам понравится Ажуры выполняются простым одноигольным декером Это простые ажуры Можно делать сложные Но сегодня мы с вами не будем делать сложные ажуры Мы это сделаем в следующий раз Итак, берем нашу схему Линейку И смотрим первый ряд В первом ряду у меня делаются ажуры на десятой игле Десятая игла у меня Вот эта Я пересаживаю Петли на соседнюю иглу С двух сторон Причем, смотрите, пересадки надо делать все время в одну сторону Иначе у вас будут некрасивые Такие заломчики То есть то в одну сторону, то в другую Мы делаем все время пересадки в одну сторону От середины в одну сторону И от середины в другую сторону Сделали Ставим в рабочее положение Обязательно все иголки провязываем два ряда Схему смотрим в следующий ряд Следующий ряд у нас сложный На одиннадцатые игли То есть следующие Я следующую иглу сразу пересаживаю На восьмой, шестой, четвертой Так, вот здесь у меня пятая отмечена Значит, вот эта четвертая И в одну сторону всех Раз Два Три То же самое здесь Четвертая, шестая, восьмая Пятая отмечена Значит, вот эта четвертая И в сторону Раз Два Три Смотрю, что все симметрично При вязании подобных узоров Самое главное следить за тем, чтобы Иглы убирались симметрично Провязываем два ряда И смотрим следующий ряд У меня будет уже третья позиция Вот они По схеме, которую я сама нарисовала Убираю Убираю Петельки На соседние иголки У меня получается десятая И вторая Вот та, которую я отметила кружочком То же самое здесь Кружочком отмечена одна И десятая Ставлю в рабочее положение Все иголки Потому что сзади они не должны оставаться Иначе у меня будет дорожка А не ажур И провязываю два ряда Вот таким вот образом Убирая петли на соседние иголки Я вывязываю всю бабочку Рисовать можно что угодно Вот такие ажурные отделки Очень украсит любой самый простой свитер Самую простую кофточку И вам не нужно будет ничего особого придумывать Достаточно связать что-то такое Что вы можете нарисовать сами Если вам понравилось Нажмите нравится Поделитесь с друзьями А также подпишитесь на мой канал Чтобы быть в курсе всех обновлений И до встречи на сайте из Бовязальни Ваша Наталья Некрасова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!